Игровой канал Ивана Фолиота представляет Всем большой привет дорогие друзья меня зовут Иван вы на канале фолиота это прохождение игры Зив 2014 года выпуска новая самая игруля которая привлекает сейчас большинство умов и внимания вот и это будет у нас такая знаете промежуточная часть она будет связана с выполнением второстепенных заданий и знакомством с так называемым open world как open world конечно open world это едва ли назвать можно скажем так с локацией которая у нас динамически меняется и не принадлежит к повествованию к основному я решил знаете так немножечко скомканном виде вам это дело преподносить не потому что тут показать нечего а потому что ну не хочется вас утомлять бегать не туда-сюда вот потому что все-таки у меня знаете здесь происходит такое какое-то степень знакомства вот это вот эти наш сундучок это часовник как бы наш называемый родной дом у нас туда же кроватка есть вот есть на можно улучшать кстати говоря некоторые навыки вот например можно взять и улучшить уровень новый навыков злоба замков не знаю правда что у меня за это час отнимется ведь как-то здесь не очень показано да это самое вот ведь взял уровень 3 что у меня отнялось не пойму а вот 9 теперь доступно 9 очков навыков или чё там не пойму я что еще хочется сказать здесь существует stone market так называемый город этот большой в котором напичкано много и много всяческих на квартирах мини локаций тому подобного притягательного для вора добра который можно обобрать залезть посмотреть так стоп сейчас произойдет ведь посмотрим дженнивер 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 енивер еще скажи на как ведьмаке да санте какой красивый вид на город скрывается да конечно атмосфера не знаю кому как мне очень и очень вечер твои дни и не кому-то вернешься интересно литера бета что это значит какой-то чувак по имени или женщина по имени б почему дженнивер кто такая дженнивер аббасу это видите аббасы это мужской или женской мужское так ну кстати вот непонятно знаете что звук такой создается который ну явно указан на то что шестеренки эти крутятся они при этом посмотрите все на месте стоят может опять что-то там не замечаю в мире не разглядел но да ладно stone market отправляемся в stone market да часовня это забавно что она является убежищем вора самое заметное наверное строение в городе да ты самого скрытного человека в этом мире ну и хорошо очень сложно заметить то что на виду простуда сэр я уверен это не мрак через два дня отправьте людей забрать его вещи в пользу барон и захватят так ну пускай вас не обманывает такой достаточно маленький облёт этой локации вот ладить я повторю здесь есть куча где место где можно поживиться всего я вам показывать ребятки не буду иначе это будет занимать по два часа каждого видео и она не очень-то на самом деле все интересно такие самые значимые час места буду обхаживать то что мне удалось отснять и врезалась мне в глаза и в память вот забрел в какой-то апартамент и какой-то тут мадам что еще хочу сказать здесь существуют два типа второстепенных заданий одни задания такие знаете легкие вторые второстепенные задания полноценные они со статистикой как и сюжетные такой знакомый голос правда как из метро какая прелесть так вот он браслет боли болотный узик я почему именно вам это демонстрирую может быть кому-то будет полезно или интересно я случайно сейчас набрел на этот на эти апартаменты поэтому как вот не знаю решил записать кухонка здесь смотрите свет такой яркий и при этом никого дома нету ну что прям для нас как раз таки что называется удобный случай вот что еще касается по поводу второстепенных заданий те сдать задания которые нужно выполнить которые являются знаете такими знаете дополненными со статистикой я решил отложить на следующий раз когда мы следующий раз вернемся в город после следующего сюжетного именно задания потому что нужны будут некие инструменты которых сейчас у меня нету вот допустим вскрывать там картины своем бритву нужно будет гаечный ключ гаечный ключ я сейчас его приобрету чуть попозже просто я об этом не знал скажем так повторюсь знакомлюсь игрой давайте послушаем это не понимаю басу баса я бы выбрал банка с огурцами она тяжелее ты по-прежнему не дружишь дверями прям не заходишь не пишешь не звонишь я думал вы серии но по погибли в том налете на особняк александр новиков я тебя носила сразу знаю не знаю не знает ладно забудь не хочу даже знать каким дерьмом ты страдал целый год не до того мне сейчас особенно теперь когда барон ввел налог на опиум из-за этого мрака не говоря уже о черном налоге лавца воров пьют кровь из дельцов вроде меня если у тебя есть дело так давай говори а ты уверен что справишься ладно вот в чем суть стоишь ты должен достать мне кольцо женишься что ли одного раза хватит здранная птица клянусь я когда нибудь сделаю из тебя шляпу а думать за тебя кто будет у меня все пальцы в бинтах Работа, Басса Да, 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 точно Его носит некий Корнелиус Грайвс Надменный такой типчик из тех, к чьим сапогам дерьмо не липнет А? Вот так В чем подвор? Ах, он мертв Басса, я вор, а не мародер Он умер недавно Как мне сказали, он никогда не снимал кольцо. Вроде ничего сложного. А-а-а! Сложность. Его нужно найти, прежде чем его заберут труповозы. Быстро согласился. Послухом, они отвозят тела на старую фабрику близ шлаковые ямы. Там почему-то полно стража барона. Лучший способ туда попасть через старую часовню. И, Гаррет, не облажайся. У кое-кого из нас еще куча долгов. Не поймаешь, не обложишь. Ну да. Да-да-да. Дуй отсюда. И выходи через дверь, ладно? Рад был тебя повидать. Так, ну это ловец воров, я так понимаю, Баса. И он с Гарретом, как-нибудь Макаром, умудрился подружиться в свое время. Хочешь пополнить запасы? Также, сейчас, повторюсь, можно взять, у него будет задание, так называемое, дополнительное. Блин, сколько же тут, на самом деле, всяких газет. Золотой век омрачен. Я, честно говоря, не знаю, я не уверен, стоит ли это все дело зачитывать, потому что тут просто потратится тоже безрядное количество времени. Я так пока вам подержу, некоторые, конечно, записи. Но, признаюсь, без энтузиазма. Я тут узнал на Медне, что автор сценария, это тот же самый человек, который имел удовольствие нам рассказывать историю про Лару Крофт, про новую перезагрузку от тех же разработчиков, что и Зив. Зив, 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 как, я не знаю, кто хочет, пускай произносит. Вообще, Зив обычно говорят. Вот, это Риана Пратчетт, по-моему, ее зовут. Дочка знаменитого Терри Пратчетта. Вот, и, честно говоря, талантом она не блещет, поэтому к сюжету уже предвзятые отношения. Может, у кого-то сложится. Если тебе нужны деньги, у меня для тебя есть пара вручений. Ну, давай. Лучшие контракты в городе. Посмотрим. Больной Вилли. Мокрый. Мокрый Вилли. У меня для тебя кое-что есть. Только серьезные дела. Гарантия вас. Скоро получит по заслугам. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, ну, вы читайте, я так пока посмотрю, что там у нас внутри, что у нас там еще есть. Какие еще задания. Красота внутри. Ты многое пропустил за этот год, Гарен. Меня чуть не взяли. Принять и следить. А, слежение, это, наверное, на миникарте, да, у нас отображается. Красота внутри. Укройте ручное зеркальце. 31 дамочка. Проспекта Барона. Вот это неплохо. Так, а как я не могу сейчас переключиться на слежение, на предыдущее задание, которое я взял. Укройте пузырек с лекарством. Да, как-то не очень, на самом деле, здесь дружелюбный интерфейс располагает. К новичкам. Вот почему слежение пропадает у предыдущего задания. Я, конечно, знаю, его сейчас можно будет переключить в меню, но, блин, у меня такое ощущение, что я как будто сейчас что-то в профуфоне. Не, оно меня не покидает. Вернись. Встретись с сектором в мастерской. Есть заказ моего старого кореша. Вот. Вот это вот заказ махинации. Говорит, что она любовница Барона. Пытался задать голодой за свои байки. Вот этот вот кореш, так называемый, он нам даст задание тоже со статистикой. Такое полноценное дополнительное задание. А сейчас то, что мы сейчас пойдем чем заниматься, это будет у нас мелкие второстепенные задания, в которых, в принципе, даже можно по-хорошему вырубать людей. Чем я, кстати, брезговать особо-то и не буду. А вот в других, со статистикой, уже, ребятки, все будет сложнее гораздо. Я их вам обязательно продемонстрирую, как только у меня в руках будут все, но не все, а такие, знаете, самые необходимые инструменты, вот, без которых просто уйдя с этого задания на статистику, на максимальную, это задание выполнить, в общем, не удастся. Поэтому, так что, пока, пока, лайтовое пребывание в городе у нас будет. В общем, все эти перебежки с локации на локацию, с места на место, я буду, естественно, тоже перематывать. Вот, благо, все на миникарте отмечено. Мини-карту у нас активируется кнопочкой М. Если совсем вы прям заблудились, смотрите на клавишу F1, нажимайте. Там есть карта. Однако, дружище, кто же станет печатать, вот, придя. Вот, как вы пожар, вокзал. Они сказали, что такая книга, наверняка, заинтересовая страница. На самом деле, здесь разговоры всегда однообразные. Не на дереве особо. Разработчики здесь пламенными, знаете, речами и разнообразными. Так, это что, все, что ли? Получается, что я выполнил задание или что? Только мне что-то не показало, что... Не показало, что готово. Ну, ладно. Главное, точка погасла и все. Ну, не знаю, я это как-то сейчас странновато здесь работает, друзья мои. Я, честно, признаюсь. Это место дурно пахнет во всех смыслах. Не хотел бы я нюхать кровищную. Смотрите, какие-то крысы. Чумка, что ли тут все больные? Это сейчас было хлюпанье. Это я на крысу наступил, да? Вот, если вы сомневаетесь, кстати, в том, все ли вы осмотрели, можно, даже если у вас инстинкта уже нет, нажимать на кнопочку F, все равно все, скажем так, юзабельные объекты будут подсвечиваться. И где-то, по сути, тут нафиг не нужно. Вот. Только тратить его приходится. И там, конечно, есть такой перк, который улучшает этот инстинкт. Пожалуй, я его как-нибудь качественную такую. Хотя бы, знаете, более-менее самый... нужный, наверное. Вот. Так что... Но... хватает и просто даже... Видите, у меня сейчас просто нет инстинкта. Синенькие полоски. Вот. Но при этом он все равно работает. Очередная газетенка. Не знаю. Стоит ли читать? Нафиг не стоит. Все-таки, знаете, вынужден признать, что вот путешествие, скажем так, вот в открытой локации этого Стоун Маркета. Так. Письмо больному Вилли. Вилли, ты ублюдок. Ты знаешь, я тебя хорошо обслужила. Но обслужила правильно. И портовая гнилью не наградила. К тому же, шеи пиши из буквы И. Плати или я наведу на тебя там кого-то. Ну, в общем, прочитайте. Забавная записочка. Заставила меня улюбляться. Где же наши мокрые вилли? Опа. Смотрите-ка. Масочки есть какие-то. А что-то не юзабельная решетка, да? Тудачка есть ножницы. Неужели ножницы? Такой прям ценный предмет. Ну, наверное, потому что из драг мета сделан, поэтому, я думаю, больной Вилли скоро получит по заслугам. Реоли от поля. Так, ну и странно как-то. Странно как-то все это обозначено. Надо высматривать, что ли. Да, не гнизуется никак. Видите, этот шкафчик. Хотя, прям уж очень он кажется лакомым таким, знаете. Так, ну здесь я вроде все осмотрел. Нет или не все? Ага, вот еще, видите? Тумбочка тут. Благо, еще людей в доме нет. Сейчас кипиш поднимется. Поднялся бы. Замочками я просто сходу накосячил. Там колечко. Колечко это там. Что-то меня не оставляет в покое. Так, о, смотри, здесь картина же есть. Наверное, что-то за ней. Видите, ее еще надо два раза прощупать. Хорошо, давайте прощупаем два раза. Оп, 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 оп. Вот он. Ух ты ж, ёк. Хе-хе-хе-хе-хе. Нет девок, нет бабок, нет бабок. Ничего. Нечего дать угриедам. Что за угриеды? Угрей, которые едят? Угрей это порыщи, да? Или угарь это, которая рыба. Не рыба, а это, ну... Приеды. Его дела были так же плохи, как и его здоровье. Ух ты. Но я воспользуюсь намным и по реверсам. Я им покажу. Так, а вот и, собственно... Главная вещь. За нее дадут хорошую цену. Если не узнают откуда... Ладушки. Вот, видите, написали мне готово. Одна, значит, у нас задачка выполнена. Медицинские проблемы. Красота внутри. Ну, отправляемся. У меня сейчас не такое, еще не шею, я там не все взял. Нет? Все, вроде. Да. Уже ничего не валяется. И знаете, все-таки иногда полезно здесь... Вернуться... На шаг назад. И проверить, все ли вы забрали. Так. Вилли. Чудной какой-то дядька. Но так или иначе, пора нам отсюда валить. Есть. Тут два выхода. И второй выход. Тоже через окно. Как-то долго он скрывается. Этот выход через окно. Так, ну что, куда идем? В ближайшую. В ближайшую ведь? Так. Украсть ручное зеркальце. А, вот, видно, я же говорил, давите здесь, открывайте на глобальную карту, так называемую. В полном масштабе. Кнопочка следить появляется. Перемотал я. Опять-таки. Момент, как я добрался до места этого. И пока что мне не дали зайти. Но тут, видите, тут есть два прохода. Один, собственно, сейчас, который я вам демонстрирую. Он тоже второстепенное задание. Второй. К второму надо будет выстрелить канатной стрелой. Но пока мы сюда. Пока посмотрим, что здесь есть. Здесь есть касса. Закрытая. Ее мы сейчас, естественно... Да. Пять минут нет. Стоило ли запирать? Вам проще было их забрать. Изначально. Кто, интересно, уходя из своего магазина, оставляет запертую кассу с деньгами. Так, вот, видите, смотрите, здесь есть. Что-то там открылось, в общем. Тайные княженцы. Ага, вот, идти. Ох, как тут добра. Ну и что, все, что ли? Походу, все. Больше ничего я юзабельного не вижу, к сожалению. Через дверь будет тень, нет? Опять через завал придется. Ну ладно, сейчас тогда отправимся там, прям рядышком. К лазу с канатной стрелой. Стрелой. Я уже там выстрелил, по-моему. Вот, висит. Веревочка. Здесь есть два чувака. У одного, кстати, их можно обокрасть. Который у меня сейчас за спиной. Но этот второй конкурсид все время просматривает. Поэтому надо... Это будет делиться в следующий раз. Сейчас неохота время тратить. Надо ждать, пока он там отойдет в дальний угол. Друзья мои. Так, залази-залази. Хопа. Так, а вот это вот уже место будет посложнее. Здесь... Спит товарищ. Проклятый город. Или кто там? Или женщина? И туда-сюда ходит, короче, дядя. Дядька этот. Тяжелые времена. Вот, дядьки этого. Можно, например, спрятаться сюда. Так. К пути, осторожно. Но до сюда он уже не доходит. Баланда или голодать? Тяжелый выбор. Моя рекомендация. Уж лучше голодать, чем что попало есть. И лучше одному быть, чем вместе с кем попало. Амарха я. Какой я, блин. Цитатник тут прям. Ха-ха. Вообще, конечно, можно особо не заморачиваться. Так как это делаю я, можно его просто вырубить. Еще один вздыхатель, еще один подарок. Отец требует, чтобы я продолжал кокетничать и прячет все подаренные мне безделушки под замок. Ему кажется, что он манипулирует мной, но он ошибается. Ясно. Ладно, тоже прочтете, в общем, без моего вмешательства. Могло быть и хуже. Но я не знаю как. Это папик, что ли, наверное, да? Я вас понял. Раз она тут. Там эта записка, кстати, наводящая. Которая, которую я сейчас прочел не до конца, она наводит нас на то, что в шкафу есть тайная надпись, которая как хочется есть является собой шифр. Если нажать на... Видите, вот, 824. Можете просто сначала подумать, что это у нас Луквка Z, но нет. На сейфе только цифры. Так, давайте сперва прощупаем. Блин, еще опять два раза прощупать. Мне интересно, там, наверное, будет картина дальше по сюжету. И не только по сюжету. Встречаться, которая... Не два раза прощупывать надо, а побольше. Так, сейчас он обратно пойдет. Что-то я как-то на самом деле здесь немножечко стормозил. Но придется подождать. Я повторюсь, его можно вырубить. Но сейчас я еще этого делать пока что не буду. Не хотел просто до последнего. Может так получится просто, понимаете? Спалит на гниды. Поэтому... Давай, все тянется и тянется. Давай, 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 давай. Очень, кстати... Трудно, знаете, вот... Ну... Я очень просто, ребятки, знаете, почему долго не выпускаю... Не так часто, вернее, даже, я сказал, выпускаю вора. Потому что контент преподносить очень сложно. Видите, здесь очень много второстепенных и ненужных задач. Ну, как ненужных, это хоть интересно. Я самое интересное вам показываю, что мне повстречалось. А я... А у меня еще там записи, блин, гигабайт на 200. Если не больше, просто в мусорку пришлось выбрасывать. Со всеми лазаниями по... Абсолютно, вообще, там, таким беспонтовым квартиркам. Вот. И как-то я долго соображал просто еще. Как лучше вам все дело преподнести. Преподношу, как всегда, в своей манере. Повторюсь. Я уже говорил вначале. С монтажом. Как это было вот в Бэтмене, в том же самом. Так. 8. 2. 4. Открываем. И вот здесь у меня будет косяк. Друзья мои. Почитаем. Тем не менее, задание выполнено. Если бы я его закрыл, он меня поспалил. Так. В общем, вырубаем папика. Да, вот так вот пришлось косячить надо сделать. Но, повторюсь, это ни на что абсолютно не влияет. Разве что только на... Ой, а я что-то там не взял. Разве что только на эстетическое какое-то, знаете. Ну, особо-то пренебрегать им можно, все-таки согласитесь. В угоду упрощения и экономии времени. Так. Ну, что давайте осмотрим быстренько. Другие. Раз уж у нас теперь, видите... Обратим, что-то тут у нас. О, видите, это новая какая-то, уникальная, вернее, добыча. Видите, он ходит каждую секунду туда-сюда. И мы сейчас тут просто не вырубив его, торчали бы просто в этом доме. Бесполезно, тратя время свое. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что стоило все-таки еще один шкафчик. Еще в одном шкафчике просто посуда, которая у нас является... Сознанно вернет для того, чтобы отвлекать внимание. Так, ну все, что ли, туда получается? Нет? Свет у нас этот в виде кастера гасится. Сейчас только вводи нами, наверное, стрелами. Ага, ведь еще не все. Еще есть трему с ящичками. И с замочком важны из четырех. Вот вы... Это я сейчас год скрывал его, потом пришлось опять лезть в шкаф, потом ждать, пока он уйдет. Да, забавное. Жизнь у вора. Никого при этом не трогав. А ведь, кстати, еще существует хардкорный режим. Спина совсем разбавилась. Представляете, человек, который не знаком особо с миром, еще не знаком с подачей контента игрового, вот сейчас бы вынужден был переигрывать всю игру заново, если бы его спалили. Так, ладно. Остается у нас два задания. Одно из них диалоговое. То есть нужно взять дополнительное задание покруче. Я даже не знаю, как оно мне их охарактеризовывать вам. Так, чтобы... Вот видите, справа есть плиточка, которая на стенке. Эти плиточки откручиваются гаечным ключом. Гаечные ключи я не сообразил, говорю, повторюсь, пока что взять, потому что не подсветилась, не подсветилась иконка с этой барыгой, которая там стоит на входе в бар. Слепых и нищих. Вот. Вот эти товарищи, кстати, нас не любят, поэтому будьте осторожны. Не попадайте на глаза. Не знаю, правда, что я такого им сделал. Но помимо того, что, конечно, собираю валяющееся добро. Так, вот можно залезть на канатную вот эту вот лесенку. лесенку, веревочку. Я уже заговариваюсь, ребятки, извините. Устал после работы. Так. Вот еще здесь язык. Кто сюда кошелек этот? А, я знаю, птичка, сорока какая-нибудь унесла. Или каркуша, ворона. Так, вот можно, да, вот это окошко залезть. Здесь, к сожалению, ничего нету. Знаете, чем-то напоминает мне вот эта вот вся обстановка Тима Бёртоновские фильмы. Так, вот здесь для вентиляционных шахт тоже нужен гаечный ключ. Вот, рекомендую вам с правой стороны открывать дверь, потому что с левой охранная комната. Там два охранника. Один сидит на стуле, второй ходит туда-сюда. Мимо них вы не пройдете. Вот, поэтому... Количество желчи должно быть пропорциональным. И вообще тоже так же рекомендую вырубить вам этого товарища. Вот я сейчас вам покажу. Очень плохо. Питья. Брать здесь особо нечего. Но можно глядеть в шкафу. Ага, это не то. Видимо, я чуть-чуть не заметил. Я чуть-чуть не заметил. А шкаф-то это у нас для прятания или там что-то есть? Похоже, для прятания. Ну, что там можно было залезть внутрь, я имею в виду. Естественно. Так. Хопа. Надо торопиться. Хопа. Нельзя спать. Исходить с сумой. Господь, заметил. Так, ну я здесь пишусь перезагрузиться. И загрузил у меня, наверное, чуть-чуть с этого момента. Поэтому выбора у меня просто больше не было. Чтобы ему записать только так, друзья мои. Так что извиняйте. Но рекомендую вам просто тупо вырубить его, чтобы не... Испытывать таких же проблем, как я. Так, здесь больше урона ничего нету. Хорошо. Ну что ж, все вот мелкие второстепенные задачи у нас выполнены. Вот. Можно отправляться. Отправляться нам можно вообще уже выполнить основное задание. Отправиться к тетке. Которая тут является у нас грозой попрошайка. Не грозой, а главой. Вот видите, сейчас появилась у меня... Я тоже хотел вам показать. Ты что-то забыл? Появилась подсветка с этим вот... Иконка с этим барыгой. Видите, у него продаются тут, в общем, разные... Разного рода тоже ништячки. Стрелы. Удушающие. Смотрите, какие-то канатные у меня есть. Или нет? Нет. Даже если и не осталось, то я там все, что можно, уже было веревками отстрелил. Так что лазить мы можем. Я надеюсь, что они не пропадут. Так, что здесь? Блин, дорого все. Как-то смотрите, какие-то пузырьки беспонтовые. Масло огненного шалфея. Уменьшает урон от восстановления ловушек. Но я надеюсь, что я не буду попадаться на сумку трое. Увеличивает максимальный запас еды. Но это вообще мне не пригодится. Сколько тут бесполезного барахла всякого. Это же просто пипец. Как Флари Крофт. Я вот тоже помню, удивлялся. Вот она, собственно, эта иконка с инструментами. Вот, ягайчный ключ стоит даже на тысячи голды. Вот. А бритва появится чуть позже. Надо мне по сюжету продвинуться. Поэтому, друзья мои, выполнять я повторюсь еще раз. Береги себя! Выполнять задания второстепенные со статистикой, которой я не пойду. В этом выпуске. Вместо этого сейчас отправлюсь в Королеве Попрошаек. Посмотрим, что он нам хорошего скажет. Здесь уже можно пробежаться. Никого здесь нету. Я имею ввиду... Из потенциальных врагов, естественно. Так. Завтра будут новые. Мне уже кажется, что они везунчики. Везунчики? Некоторые мрачники откусывают себе языки, чтобы все кончилось. Выдавливают себе глаза, уши царапают. Так себе везение. С этими парнями особо не поболтаешь. Ну, хорошо. Старая часовня в Морнингсайде. Это двор Королевы Попрошаек. Королевы Попрошаек. Обычно такие люди обладают могуществом, то бишь знанием каким-то, информацией. И к ним нужно относиться. Так. Читать мне тоже все неохота. Я заметил табличку. Я сейчас сначала подумал, что свинчевые таблички мы сможем там какой-то сейф открыть. Запрятанное. Мадонна, Железное Летание. 16 штук нужно собрать. Господи. Я, ребят, не обещаю, что я здесь все соберу уникальные вот эти вот добычи. Элементы добычи. Фики, брошки, фигушки, браслетики, блин. Что будет? Ну, на миссиях, надеюсь, будет получаться брать все. На миссиях, я имею в виду, сюжетных. Старая часовня. Пойдемте, посмотрим, что там. Одинокая ночь сегодня. И это хорошо. А, Гаррет. Немногие бы выбрали твой путь. Других путей я не знаю. Ты ведь знаешь, что обо мне говорят. Ты узнаешь обо всем, что происходит в городе? Не обо всем. Только о самом важном. Что привело тебя сюда? Ищешь моего совета? Год назад я был в поместье Нордкреста. Что-то пошло не так. Что со мной случилось? Что случилось с Эрин? Год назад. Слишком самоуверенные люди попытались взять под контроль то, чего до конца не понимали. Равновесие было нарушено. И это отразилось на всех. Это что, ответ? Когда мои попрошайки тебя нашли, после того случая, они решили, что ты мертвый. Но ты был жив. Мы вылечили тебя и вывезли из города, чтобы защитить. Мы ждали. Но потом, когда начался мрак, что-то начало будить тебя. И мы решили вернуть тебя домой. Этот город болен. Но он все тебе расскажет, если ты будешь слушать. Берегись гореть. В тени скрываются вещи. Останавливает тебя. Что-то тетка ни о чем на самом деле. Да? Вам не показалось? Вы получили очко. Улучшение навыков. У нас есть, видите, оказывается, еще тут какое-то древо навыков. Прогресс игрока. Далее это поля. Инструменты и улучшения. Видите, так, гаечный ключ. А, ну это просто нам тут показано. Навык взлома замков у меня улучшен. Емкость этих стрел тоже улучшена. Ну, стрелы нам пригодятся в любом случае в будущем. Хотя бы канатные, чтобы куда-то там забираться. А вот навыки я что-то не соображу. Идите к литейному заводу. Кажется, ты чего-то хочешь. В чем дело? 150 пожертвовать голды. На что? На навык. Нужно ли нам это? Давайте попробуем. Нищей будут рады. Давай-ка, давай. Даже если бритва стоит, будет больше тысячи, я надеюсь, что мы за задание сюжетное наберем все-таки за тысячу. Так, вот тут видите, есть параметры скрытности. У меня они уже все почему-то прокачаны на одну полосочку. Нам всего лишь надо вторую полосочку прокачать. Такая, знаете, ненавязчивая прокачка. Очень интересно. Потрясающе просто. Скорость. Значительно ускоряет ваши действия во время... А, это вот уже у нас, видите, первый уровень прокачан. Ловкость. Способность заглядывать. Интуиция. Способность находить... Вот это, кстати, полезная вещь. Трофе, видите, отпечатки рук и все такое. Акерентген, да? У Сэма Фишера тоже такая фишка была. Так, скрытность. Вот скрытность, мне кажется, будет полезная вещь, потому что придаст нам возможности есть чуть незаметнее и обкрадывать людей. чуть незаметнее. Но вот интуиция, я думаю, стоит прокачать. Пускай будет. Пускай будет интуиция. Мало ли нам что-то уникальное попадется по пути сюжетной миссии. Друзья мои, я надеюсь, вам все понравилось. И думаю, пора прощаться нам на этом. Увидимся с вами уже в сюжетном задании. Поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь на канал. Увидимся в следующей серии. С вами был Фолиот. Всем большое пока.